здравствуйте дорогие друзья гости моего канала сегодня будем подготовить к холодному копчению гольцов галец оптический вес чуть больше килограмма каждой вкусная рыбка мясо у него морковно-красного цвета такая пятнышки тут розовый розовые такие оранжево-красные может вот видно будет вот они идут такие пятнышки у нее лососевые семейство лососевых вкусная рыбка как горячим копчением так и в холодном сейчас я могу разделывать солить я буду их только порта и без головы голову удаляем крючки удаляем даже даже самочка была на экране не созревшая вот мясо у него морковно-розового цвета мясо очень нежное вкусное нежнее даже чем у горбуши других видов рыб но обалденная вкусная рыбка вот прямо так вот я и буду солить но соответственно я сейчас я промою в холодной ледяной воде и приступим к засолке гольцо вообще великое множество даже по моему сами ученые не знают какое количество их этих гольцов там более 70 видовых 70 или 80 но вот этот это арктический галец распространен курилы камчатка там и северные моря там он водится этот галец у нас камчатки моем холодной водой маленький нюанс здесь мы хребет надрезали здесь тоже моего хвост можно вообще удалить это для чего мы делаем ну ладно хребет продай про этот прорезать вария засолки вся что крови осталось и где позвоночник там чтобы он просто вышло и так сказать быстрее чтобы засолка шла так можно и делать в принципе но лучше сделать надрез хребет вот там видите он на кровь с этой стороны она будет просто выходить во время засолки тогда когда вы протыкаете будет шампуром и тогда кровь не будет у вас здесь бежать как у многих да то числе у меня когда делаю когда не делаю но желательно вот это сделать надрезик и чтоб кровь у нас во время засолки вся вытекла с рыбки промыли рыбу чистая мытая так здесь это еще нам еще на раз будет надо и промывать уже после рассола солить будем в рассоле кровинка осталось от почки вот такая от рыбка цвет мяса видите какой морковно такой розовый красивый ну да ладно начинаем солить рассол я предварительно сварил берем посолочную тару укладываю рыбку лазить хорошо по рассолу рассол я сварил так как вода из под крана если вы не уверен качестве воды рассол лучше сварить на литр воды 250 грамм соли это вообще универсальный рассол может до всех видов рыб только надо подгадать температура засолки что была низкая и соответственно просмотреть по размеру вот у меня это килограммовые вот они гольцы в этом рассоле она вам будет солиться одни сутки рассола нужно что просто рыбка была покрытой лишнего нам не надо еще чуть-чуть литр рассола 250 грамм соли тузлук сваренный время рассол тузлук это ладно пускай будет тузлук рассол тузлук это холодильник температура засолки от минус 2 до плюс 5 на одни сутки одни сутки на будет нас солиться в этом рассоле вот и прошли сутки как вы засолили кольцов вот такой вот он просоленный сейчас еще раз хорошенько и не еще раз после рассола обязательно промываем холодной ледяной водой несколько раз чтоб смыть как остатки какие-то там кровинки и также самое главное смыть вот этот рассол которому солился плотники обалденный гореть и вам будет по-любому малосольный проверено на опыте можно сказать промываем обсушиваем полотенцами и вешаем вялиться в швец вешаю гольцов на вялку вялить буду швесе вялка будет происходить по режиму два через час сама вялка будет занимать это 15 часов 15 14 14 часов будет идти вялка и отдыхе между ними два через час ну все прошли сутки как мы повесили вялиться рыбу почти сутки как говорил вялась она мне два через час именно обдув шел 14 часов ну и соответственно там 6 часов это отдых был у нее два через час вам не вялась и на провялено не пересушена не сушеная а вяленая рыбка вот даже сейчас палочку игру как есть так и остается все еще перевешив коптильню электростатическую и начинаем коптить что температура вялки что температура копчения одинаково от 18 до 25 градусов вот так рыбка будет располагаться в коптильне проверяем опять же все расстояние то были выдержаны близко поправляем изолятор обязательно даже быть сухие ну все проверяем работу электростатики и начинаем коптить закладываем дровишки коптить было на ольхе и был коптить в течение час час двадцать посмотрим по состоянию но не больше часа двадцати время копчения занял час двадцать именно копчение все отключено кроме сети дым вышел вот такая от рыбка вот еще маленько дым идет выходит остатки золотая прокопченная рыбка сейчас перевешиваем швс буквально обдуем обдуем пару часиков и просто положим или просто повисит швс на отдыхе буквально часов 8 а дальше будем уже разрезать пробовать кушать рыбку вот мы закончили весь процесс приготовления гольцов копченых жирненькие и вкусные вот такая получается рыбка вкусная малосольная не пересолена не на чуть рыбка обалденная жирная по вкусу напоминает как мясо горбуши только мясо у него намного нежнее всем приятного аппетита и до скорых встреч